всем привет всем здравствуйте я вас приветствую в прямом эфире немножко задержалась сегодня мы с вами работаем с таким замечательным продуктом который называется эйсбейс что это такое расскажу покажу после того как вы мне напишите смайлик поставите плюсик хорошо ли видно хорошо ли слышно чтобы всем была доступна информация и мы с вами начнем всем привет отлично привет привет всем кто присоединяется здравствуйте еще раз я повторяю тема сегодняшнего нашего эфира это работа с эйсбейс такие прекрасные у нас оттенки пастельные пастельные цвета всегда актуальны в любой сезон и весной лето и осенне-зимний период также но на мой взгляд сейчас они особенно привлекательны для мастеров и для клиентов в том числе эйсбейс это скульптурная база скульптурная база жесткая база пигментированная и фактически из без придуманы и предназначены для того чтобы исключить этап цветного покрытия то есть мы выстраиваем архитектуру мы делаем укрепление мы выполняем моделирование и сразу уже получаем цветное покрытие то есть на цвет да здравствуйте девочки на цвет уже мы время не тратим посмотрите какие классные оттенки в лето сейчас вообще супер актуальные супер классные все покажу сегодня я показываю от 9 9 по 14 номер есть цвета более спокойные нюдовые красивые есть более яркие варианты эйсбейс это скульптурная база база очень прочь прочная база которая позволяет нам даже выполнять наращивание наращивание свободного края ну например вот у меня уже совсем совсем старенький маникюр один ноготок сломался я длину свободного края убрала и на себе сейчас покажу подставим форму и выполним моделирование классные оттенки в общем то можно закрытыми глазами абсолютно любой абсолютно любой брать и работать эйсбейс имеет очень хорошую адгезию этот материал прекрасно прикрепляется к натуральной ногтевой пластине и в принципе можно не пользоваться даже базой обычно под скульптурные цветные пигментированные базы мы наносим бейс гель для адгезии с эйсбейса можно этого не делать то есть смотрите по клиентам смотрите по показаниям то есть если в принципе так нормально стоит то можно вообще базу даже не наносить то здесь на усмотрение мастера так юля а где у нас салфеточки без ворсовой ездите под рукой пожалуйста nail prep ultra bond спасибо обязательно мы используем всегда и начинаем я на подготовленный ноготок наношу евро клинцер то есть обезжириваю убираю все остатки зажирнения с поверхности и сегодня у меня эфир на себе обезжирила далее для дополнительного обезжиривания я использую nail prep nail prep всегда всегда им пользуюсь смотрите если ноготочки очень сухие то под гель лаковой базы под любые базы не обязательно под из бейс и nail prep наносится вот так точечно взяли капельку поставили и он растекся в пазухе и под кутикулы если ногти очень сильно влажные можно пройти полностью по всей ногтевой пластине и подсушить у меня видно что ноготок истонченный и такой сухой поэтому я на весь ноготь не наношу только в зону в зону кутикулы даю испариться на воздухе и следующим этапом буду работать ультрабондом ультрабонд также наношу в зависимости по показаниям смотрите вы можете нанести только в зону свободного края по торцу а можете нанести полностью на весь ноготок в чем разница эйсбейс это база растворима она растворяется ацетона содержащей жидкостью поэтому все зависит от того как вы в дальнейшем будете работать если вы работаете через размачивание то есть базу заворачиваете делайте аппликацию и снимаете при помощи жидкости то тогда ультрабонд наносится только по торцу потому что ультрабонд не растворяется если вы будете работать формате коррекции то есть работать будете при помощи фрезы то тогда ультрабонд можно наносить полностью на всю поверхность ногтевой пластины я сейчас ультрабонд нанесла полностью на весь ноготок так как я буду выполнять удлинение свободного края то в этом случае я нанесу базовое покрытие тоненьким слоем для того, чтобы у меня более качественно было прикрепление. Если делаете укрепление просто на свою длину натурального ногтя, можете не наносить. Опять-таки, смотрите, смотрите по показаниям. БС-гель наносится тоненьким слоем, не заводя его под кутикулу, просто вот стык-в-стык я подхожу и прохожу по поверхности ногтевой пластины. Подсушиваю. Сейчас на 30 секунд поставила. 30 секунд подсушим и будем устанавливать форму, так как мне нужно сделать небольшое удлинение. Удлинение будет минимальное, хотя Ace Base они очень такие жесткие и пилятся вообще как полноценное моделирование, как полноценный гель для свободного края с хорошим качественным укреплением. Можете свободно использовать. Стоят они вообще просто бетонно. Очень классный материал для работы. такой интересный в плане цветов, цветовых сочетаний и в принципе в плане возможности мастера ускориться, то есть исключить этап цветного покрытия, что для мастера иногда бывает очень-очень важно, ну и для клиента тоже. Форму я всегда подклеиваю окошечко для жесткости. у меня уже на автомате происходит. Разрезаю по линии перфорации. здесь у меня ноготок, ну можно сказать, прям в мясо я его сломала, опилила. И гипонихи не вытянут, но я чуть-чуть окошечко формы подрежу. Я так полагаю, что будет удобнее мне устанавливать форму. Вырезала небольшое углубление, совсем минимальное. Далее, следующим этапом форму мы ставим всегда двумя руками, да, я в данном случае буду одной рукой устанавливать. Форму я сжимаю в поперечном изгибе, вот создаю этот поперечный изгиб, намечаю, чтобы у меня форма была четко ровная, фиксирую, завожу сначала под уголочки и потом вставляю, после этого вставляю середину и вот как раз таки вот это окошечко, которое я немножечко вырезала, мне позволит носик формы слегка приподнять, так как я буду моделировать такой мягкий квадрат для квадратно-квадратно-овальной формы. Форма устанавливается с легким-легким вздергиванием. Вставила середину, далее я склеиваю нижние боковые части, стараюсь сделать это максимально ровно, стык в стык. Затем, следующим этапом можно поправить форму относительно центральной оси, то есть если вы видите, что немножечко ушла в ту или иную сторону формы, поправляем. И далее я выполняю зауживание формы, то есть от одного ногтевого в росте от другого я делаю такие небольшие заломчики, вот видно пальчиком, прям раз пальчиком с одной стороны, с другой, наметила и начинаю склеивать носик формы. При моделировании квадрата носик формы, вот здесь капельку, мы никогда не склеиваем, то есть нам нужно, чтобы у нас были четкие ровные параллели, поэтому нос формы не заужаем. Смотрю, смотрю в центр, просто слегка делаю зауженное. Зауженное вот здесь у основания, но не склеивая нос. Главное, не заломить. Контролирую по боковой оси, видите, носик формы у меня совпадает с наивысшей точкой на ногти, и вот здесь такая маленькая-маленькая галочка образуется, то есть туда заложится толщина стрессовой зоны. Так, ну форма у меня прилегает хорошо, нет ступеней, нет вот здесь стыка между формой и натуральным ногтем, это значит, что мы можем приступать к моделированию, к легкому наращиванию, длину большую не делаем, ну такой вот, примерно как на других пальчиках у меня маникюр уже отросший, поэтому как раз я на одном пальчике длину до восстановлю. Работать можно 11-ю взять, тоже красивый розовый такой оттенок. База S-B-S чем хороша, тем, что она плотно пигментированная и на хорошо линю гипонихия перекрывает, работать комфортно. Я беру кисть прямо из флакона и небольшую капельку выгружаю, смотрите, видите, я выгрузила небольшую капельку материала. Можно работать прям кисточкой из флакона. Если вам неудобно, вот я уголочком кисточки начинаю подтягивать, если вам неудобно, прям на форму, прям цветной, скульптурной базой я выгружаю материал. Можете взять там, например, линеарную кисточку, кисть поменьше и пустить ее в работу, то есть тут смотрите, как вам удобно, я не буду заморачиваться, сделаю прямо из флакона. Единственное, что, излишки всегда счищайте с кисточки, чтобы у вас сильно много не потекло. Сейчас я просто выстраиваю удлинение, доращиваю недостающую длину свободного края. Вот таким образом выложила, Юля, подтягиваю, наполняю, вот прям уголочком кисточки. Контролирую со всех сторон. Такое, видите, небольшое удлинение я выложила. Слегка зашла, буквально чуть-чуть зашла в зону свободного края на ноготок. Можно перевернуть, сцентровать, чтобы в бока у вас база не просеяла. И отправляем на просушку. Базу подсушиваю. Эсбейс также, кстати, может поджиматься, если у клиента такие трапециевидные ногти, то можно свободный край после того, как вы просушили, можно немножечко поджать. Красивые оттенки, красивые цвета заменяют нам цветное покрытие. Очень удобно, то есть это уже сразу готовая основа, готовая подложка под дизайн. Вообще, в лето, очень удачные варианты и яркие. Пока у меня ноготок сушится, я покажу. Удобная на повязкости, по консистенции, классная, напоминает, ну, она такая средняя, я бы сказала, что на базу медиум она похожа. Такие красивые, выбеленные, пастельные цвета, при этом с присутствием некоторого, в некоторых неонового пигмента, что дает такой очень красивый, очень красивые оттенки. Так, база у меня подсохла, я сейчас посмотрю, надавлю, если у меня от формы отходит, вот раз у меня и отщелкнулась, я просушила минуту. Это значит, что у меня база высохла. Смотрите, я минуту просушила и я сняла форму. Параллельки вниз с запасом на опил, вот такое удлинение, вот такой хороший изгиб поперечный получился. Все, и сверху мы выполняем укрепление, выстраиваем архитектуру, наполняем ноготок. Смотрите, S-Base, я уже говорила, то, что по вязкости очень на медиум похоже, но некоторые мастера говорят, что по ощущениям кажется, что она жидкая, поэтому S-Base можете работать вот как цветом в два слоя, в два этапа. То есть первый слой сильно не заводите под кутикулу, подводите туда, куда вам позволяет кисточка, например, наполняете середину или наполняете бока, а вторым слоем проходите по центру. То есть тут уже выбирайте сами на свое усмотрение, в каких этапах вам удобно работать. Я сейчас пройдусь по всей поверхности. Если вы сразу много не будете выгружать, то есть не ставить большую каплю, не наносить большой слой, то ничего стекать не должно. То есть все должно нормально ложиться и достаточно комфортно. Так, ну и теперь я возьму небольшую капельку, просто центральный продольный изгиб дополню и со второго слоя уже достроим архитектуру. По бокам можно чуть-чуть пройти, так как мы выполняли наращивание, мы выполняли удлинение, соответственно, нам нужно хорошее полноценное укрепление выстроить. Также переворачиваем, также сцентровываем, то есть все делаем по технологии выравнивания и укрепления. С первого слоя мне в принципе будет достаточно. Смотрите, по поводу свойств, здравствуйте, пока у меня ноготок будет подсыхать, я вам отвечу на вопрос по поводу свойств. Ace Base прежде всего, если говорить об эластичности, то это, конечно, гель-лаковая база, гель-лак у нас имеет в любом случае, любая скульптурная гель-лаковая база, она обладает амортизирующими свойствами, то есть это не твердый жесткий гель, который не гнется, не амортизирует, то есть она гнется, но при этом, если ее сравнивать, например, с другими скульптурными базами, то она гораздо жестче, чем другие скульптурные базы, и в свободном крае она достаточно жестко стоит, и если вы попробуете, даже по качеству опила, вам будет понятно, что она пилится, вот по ощущениям, и пыль такая очень мелкая, пилится она не как прорезиненная, часто говорят, не как каучуковая база, а вот именно как гелевая система, твердая, но при этом амортизирующими свойствами, ввиду того, что это все-таки гель-лаковая база, она обладает, то есть это вот такая формула, которая хорошо в себе сочетает жесткость, и некоторые амортизирующие свойства также присутствуют, теперь я беру второй слой, первый у меня подсох, теперь я уже беру кисть, также очищаю, сначала набираю небольшое количество, я не буду сейчас сильно заводить под кутикулу девочки, ну потому что особо не на маникюре, но у меня там подведу, куда мне кисть позволяет, подтяну, смотрите, какой плотный цвет, плотный пигмент, база отлично вообще перекрывает, перекрывает поверхность, там где мне нужно, я уже подтяну, сейчас возьму линярную кисточку, подтяну линярную кисточку, красивые оттенки, классные, вообще пигменты, очень нравится мне, как она носится, как она держится, хорошая адгезия у материала, я прям очень-очень этой базой довольна, можно линярочку взять в центр, капельку добавить, ну и здесь уже, грубо говоря, как вы с цветом работаете, заводите под кутикулу, то есть фактически работа, как будто вы работаете цветом, только цвет у вас при этом, при всем обладает свойствами скульптуры. Так, сейчас девочки, вы на экран не смотрю, если там какие-то вопросики появились, сейчас я подтяну чуть-чуть и отвечу. И с этой стороны. Классный материал, если вы не пробовали, обязательно попробуйте в работе, я уверена, что вообще прям зайдет и очень понравится, потому что он того стоит. Цвета кайфовые, такие и в лето, и в осенне-зимний сезон тоже будет хорошо заходить, и не нужно цветом перекрывать, можно сэкономить время. Сейчас у меня тут волосок. Видите, самовыравнивается, она хорошо вообще ложится, я разговариваю, довольно долго ее туда-сюда гоняю, при этом вообще никаких проблем у меня не возникает. Такая история с эсбейсами. Классные, комфортные, в работе позволяют и небольшое удлинение сделать, то есть восстановить длину, если есть такая необходимость. Отправила ноготок на просушку. Время полимеризации, время просушки у всех материалов две минуты, так что нам нужно две минуты для того, чтобы качественно просушить. Красивые цвета, красивые оттенки, очень хорошо они и друг с другом сочетаются, то есть можно, смотрите, можно сразу в дизайнах использовать, да, можно несколько пальчиков одним цветом взять, можно вообще их все сочетать. Такой очень хороший вариант. Еще раз повторю, для тех, кто присоединяется, мы работаем сегодня скульптурными базами, базы цветные, базы пигментированные, продукт называется эсбейс, это гель-лаковая скульптура, при этом гель-лаковая скульптура растворимая, она растворяется ацетоносодержащей жидкостью, единственное, что за счет того, что у нее очень плотный пигмент цветной, она не просвечивает линию гипонихия, при растворении или перед растворением нужно хорошо зачистить и в центре, там где у вас максимальный слой укрепления, снять толщину, потому что растворяться она будет, конечно же, подольше, в отличие, например, от просто обычной скульптурной базы, обезжирила и можно выполнять опил, то есть я сейчас просто выровняю по торцу, видите, вот даже по звуку слышно, я упираюсь, она пилится прям, прям четко-четко, как жесткий гель, пылька такая мелкая садится, я убрала чуть-чуть длину, подобрала, у меня, видите, открылась толщина торца, такая хорошая, выравниваю боковые параллели, то есть, делаем все, как обычно, при обычном моделировании, то есть, фактически, обычное салонное моделирование, можно подзаузить свободный край, уже доработать по форме и немножечко толщину торца, только-только по торцу, если вы опилили и видите, что вам где-то нужно добавить на опиленную поверхность, все работает как, скажем так, обычный вариант классического моделирования, нужно взяли по поверхности, добавили, в зоне кутикулы особо пилить смысла нет никакого, такой ноготок получился, то есть, в принципе, работа достаточно простая, достаточно быстрая и, ну, скажем так, с хорошим результатом, толщина у нас заложилась отлично для носки, зашлифовать можно немножечко пройти по всей поверхности, и все, сверху покрываем топом, выполняем дизайн, можно матовым топом, можно глянцевым, то есть, тут, смотрите, уже полет, полет фантазии, запрос клиента вашего, вот такой, вот такой вариант мы с вами сделали сегодня, поработали при помощи, при помощи избэйс, сейчас обезжирю, цветная скульптурная база, которая позволяет нам моделировать, позволяет наращивать, позволяет делать удлинение, я сделала удлинение небольшое, в принципе, если, есть необходимость, девочки, я даже арочный квадрат ей наращивала, всегда об этом говорю, арочный квадрат с постановкой формы, да, конечно, если вы делаете более длинное удлинение, то вам нужно будет делать это с нескольких слоев, потому что база все-таки гель-лаковая, то есть она не имеет такую вязкость, как скульптурный гель, поэтому на большую длину, возможно, там в 3-4 слоя вам придется поработать, а с небольшим удлинением, пожалуйста, сделали, подставили форму, быстренько восстановили длину, все остальные пальчики выполнили укрепление, да, как у меня один сломался, здесь длину подправить и доделать уже будет готовый вариант маникюра. с 9-го номера по цветам, посмотрите, красивые какие оттенки, пастельные, очень комфортный материал в работе, очень классный, так что всем рекомендую. Можно, кстати, да, спасибо за вопрос по поводу чем покрывать, и можно покрыть ультрашайном, потому что база достаточно жесткая, то есть если, например, обычные скульптуры, я не рекомендую ультрашайном гель-лаковые покрывать, потому что скульптура гнется, то из бейс она будет пожестче и совершенно спокойно можете ультрашайном покрывать, все будет отлично стоять, все будет отлично держаться. Вопросы есть у этих, девчонки, если есть вопросы, пишите еще пару минут, мы с вами я вам на вопросы поотвечаю. Такие красивые оттенки, сейчас можно выкраску сделать, очень классно они сочетаются, и друг с другом будут сочетаться, смотреться, можно комбинировать, маникюр делать, видите, наношу на белую поверхность, цвета плотные, цвета не светятся, получаем цветное, жесткое цветное покрытие. По консистенции работать лучше в два слоя, делать наполнение в два слоя, видите, такое вот, такое сочетание. Мы работали одиннадцатым номером, установили форму и сделали удлинение при помощи Ace Base. Работать дальше можно как в формате коррекции, можно полное снятие выполнять при помощи ацетона, содержащей жидкости. Ace Base отлично растворяется, никаких проблем со снятием этого материала не происходит, работать очень комфортно. Так, как новичку перестать бояться, не получается красиво пилить. это только нарабатывается, только опытом, только пилежкой. Нет, наверное, какого-то волшебного рецепта, который можно сказать, что сделай вот так, и тебе будет не страшно. А тот факт, что вы видите какие-то недочеты в своей работе, это наоборот очень-очень хорошо, то есть вам всегда есть к чему стремиться и повышать свой уровень. так что пилить и не бойтесь, это не так страшно. Даже если вы где-то накосячите, все мастера на этапе своего развития что-то косячат, что-то делает неправильно, не всегда получается красиво, поэтому не так это страшно. пилите, пилите и все обязательно получится. Так, ну, вопросов, я так вижу, больше пока нет. Если вдруг у вас осталась какая-то информация, которую бы вы хотели уточнить, вы можете под эфиром написать свои вопросы и мы вам обязательно ответим. Так, ну, все тогда, да, всем хорошего дня, всем творческих успехов, пилите с удовольствием, радуйте себя, получать удовольствие от своей работы и радуйте своих клиентов. То есть, так, монофазом можно удлинять ногти, да, можно, да, и наращивать на нижних формах можно, да, монофаз это скульптурный жесткий гель прозрачный, который позволяет нам и укрепление делать, и наращивание делать, поэтому можно пожалуйста, пожалуйста, все, всем хорошего дня, всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!